Проекту «Здоровое питание» три года. Он был создан при поддержке правительства округа и регионального отделения партии «Единая Россия». Сегодня рабочая группа проекта в нашем городе за круглым столом встретилась с начальником управления образования, руководителями школ и дошкольных учреждений, чтобы подвести итоги деятельности. Татьяна Бойко продолжит тему. За круглым столом участники проекта подводят итоги работы, делятся опытом, накопленными практиками, обсуждают шаги к дальнейшему развитию и сотрудничеству. Проект «Здоровое питание» начал свою работу в марте 2016-го. За три года общественники не по одному разу посетили все школы и детские сады. Проект «Здоровое питание» при поддержке «Единой России» направлен на улучшение качества питания в образовательных учреждениях, в том числе и благодаря улучшению материально-технической базы. Хочу сказать, что огромная работа проведена вами, особенно в детских садах, по профилактике здорового питания. В самом начале пути окружной проект, как и все новое, воспринимали с осторожностью. Теперь руководители учреждений находят в нем немало плюсов. Цель этого проекта не проверить, наказать. Цель именно где-то подсказать, посоветоваться, что-то учесть, что-то предложить. Поэтому в плане именно того, что посмотреть вместе со стороны на какие-то вещи и что-то извлечь, что-то улучшить, в этом плане есть польза. Самое-то главное, когда есть конструктивная критика, и ты знаешь, что тебе нужно исправить, и как это сделать. Вот спасибо за то, что вы не просто говорите, что неправильно, но еще и подсказываете, как правильно нужно сделать. Благодаря проекту при поддержке депутатов Тюменской думы и законодательного собрания Ямала во многих образовательных учреждениях обновили материально-техническую базу в пищеблоках и столовых. Закуплены новые обеденные зоны, параконвектоматы и другое оборудование. По итогам данного визита в нашем учреждении приобретено несколько единиц холодильного оборудования, морозильная камера. В образовательных учреждениях Муравленко к вопросу питания детей подход более чем серьезный. Это не раз отмечали общественники. И не только. За время реализации проекта «Детский сад Непоседы» в окружном конкурсе «Здоровое питание» вошел в пятерку лучших. Об участии в предстоящих конкурсах говорили и сегодня. В этом году школы и детские сады также смогут побороться за первое место и получить грантовую поддержку на развитие. В завершении встречи руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Елена Добрянская вручила благодарственные письма рабочей группе проекта «Здоровое питание». Татьяна Булк, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.